ГЭС в Монголии или игры патриотов В Бурятии изобретено удобрение, которое спасет крестьян республики, радует читателей еженедельно. Создатель уникальной смеси, кандидат наук Константин Марактаев сетует, что из-за низкой отдачи из земледелия ушли все ученые и хорошие специалисты. Остались как собственники одни юристы и экономисты. Из удобрения они знают только аммиачную селитру и навоз. Своим непрофессионализмом они необратимо ухудшают плодородие и качество полей и продукции, неуклонно разрушая здоровье людей, потребителей их продукции. Удобрение Марактаева, кроме того, что полезно для земли и растений, поднимает урожайность в два или четыре раза. Также номер один предлагает жизнеутверждающий материал под заголовком «То, что нельзя купить». Мастерица Александра Дугарова вяжет эксклюзивную модную одежду, путешествует и чувствует себя абсолютно счастливой, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Александра не только борется за свои права, но и помогает другим людям поверить в себя. Газета «Улан-Удэ» приводит интересные факты из истории. В статье, приуроченной к 140-летию со дня образования Верхнеудинской городской думы, рассказывается в том числе о происхождении герба нашего города. Город жил от ярмарки до ярмарки, поэтому уже в 1790 году Верхнеудинску был вручен герб с изображением бога торговли Меркурия и рога изобилия. В рубрике «К 70-летию Победы» журналисты рассказывают о Кларе Яковлевне Карпенко, уроженка Бичурского района, стала на войне снайпером. Кроме того, газета напоминает, в Национальном музее Бурятии проходит акция «Герои Победы». Туда можно принести документы, фото и воспоминания о своих близких, прошедших через горнила Великой Отечественной войны. Молодежь Бурятии публикует интервью с Александром Рязанцевым. Один из сильнейших шахматистов России приехал в Улан-Удэ и не оставил шансов на победу своим соперникам, участникам сеанса одновременной игры. Гроссмейстер рассказывает о своей уникальной диссертации и признается в любви в столице Бурятии. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Евгения Панарина, Алексей Унагаев, Алексей Щербаков. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова